Траурное мероприятие прошло в Покровском церкви Черкеска, где установлен поклонный крест и табличка память о казаках-баталпашинцах. Подробности Оли Баташева. Масштаб трагедии, начавшейся с директивы Свердлова 103 года назад, еще предстоит оценить историкам. Репрессии и геноцид унесли миллионы жизней казаков и членов их семей, говорили выступающие. 24 января в Карачао-Черкесии стала особой датой, вызывающей к тому, чтобы мы помнили свою историю и никогда не повторялись те страшные события. Расстрелы и депортации дополнялись экономическим террором. Люди лишали имущества, отбирали скот, землю, по сути обрекая оставшихся в живых на голодную смерть. Годы репрессий не прошли бесследно. Численность казачества сократилась в разы. До сих пор на территории нынешней Карачао-Черкесии историки не могут установить точное количество людей, пострадавших от политики расказачивания. По самым скрупным подсчетам, жертвами репрессий стали более миллиона людей. Атаман Баталпашинского отдела Валерий Дедук отметил, что казаки смогли вновь с гордостью поднять голову, сплотиться и начать возрождать свои традиции. Казачество может являться примером того, что народ нельзя победить. Можно воевать с государством, можно воевать с кем угодно, но народ именно сам победить нельзя. Советская власть пыталась уничтожить казачество как народ. Ну и где теперь? Советской власти нет, а казачество стоит здесь. В общем вспоминаем погибших, вспоминаем наших предков. Была отслужена панихида по невинно убиенным казакам. В этот день поминальные молитвы прозвучали во всех православных храмах республики. Мои предки зажиточные были казаки, хотя принимали участие в гражданской войне на стороне красных. Были такие времена. Но затем впоследствии пострадали. Дед был репрессирован, содержался в армавирской тюрьме. А на плечах бабушки осталось четверо маленьких сыновей. По окончании мероприятия казаки возложили венки и живые цветы к поклонному кресту в ограде Покровской церкви. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия.